Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин, утро на Болткоме. Душа просто просит песен и до застолья. У нас действительно, мы без шуток сейчас в нашей студии, Георгий Гитяшвили. У нас сегодня вообще очень интернациональное утро, интернациональный эфир. Начали мы с Доброго Ранку киевского времени, а сейчас говорим Гамарджоба. Георгий Гитяшвили, музыкант и автор песен, и винодел, и, можно сказать, наверное, один из самых известных грузинских, грузинский тамада. Доброе утро, здравствуйте, да, Георгий. Доброе утро. Кому же повезло быть участником праздника в Риге, в Латвии? Доброе утро, во-первых, доброе утро, Латвия. Большое спасибо, что пригласили меня в вашу студию. Я не первый раз в этом городе, уже третий раз приехал. И хочу всем поблагодарить, и вам за вот такое теплое отношение, теплую душу. Приехал вот в последний раз, в этот раз уже вот был в ресторан Вала Верды, там была дегустация грузинских вин, был очень знаменитый грузинский винодел, который предлагал разные грузинские вина. Ну, я там сопровождался своими песнями, так сказать, и тостами. Но в последнее время я очень заинтересовался, что хочу из Латвии людей показать свою страну, чтобы они приехали у нас в костях и делать небольшие туры. То есть мы говорим сейчас про возможности такого туризма, для того, чтобы из Латвии можно было посетить Грузию и заодно в рамках не просто поездить по Грузии, но и получить вот культурную программу сразу. Конечно, из Латвии есть компании, которые работают, приезжают, у них своя программа и так далее, но думаю, моя программа будет абсолютно другая, потому что я хочу, чтобы люди Грузию видели от души. Грузия – это не только горы, солнце и виноград. Грузия, во-первых, надо найти в Грузии в семье, надо заходить. Вот как там домашнее вино делается, как наши блюда делаются, как звучит грузинское многоголосие, как красиво наши танцы, как делается чакапули, как делается чахохбили. Если человек это самому не прикоснется, я думаю, только с фотографиями или только в ресторанах, ужинами это не почувствует. Я хочу так сделать, что сам человек участвовал в этом процессе, и когда он вернется на родину, он мог бы и блюда тоже приготовить, он мог бы, например, это все научиться даже, как чурчхела делается, как хлеб делается. Попробовать своими руками, конечно, интересно. Попробовать своими руками, это очень интересно. И часто бывает, что турист приезжает в Грузию, и он пустой выезжает. Нет, я хочу, чтобы у него эта информация была, и он это все насладился этим. Ну, посмотрим, что будет, как будет. Честно, я завтра, вот сегодня дела готовы закончить, и завтра прямо на рассвете, и уже по интернету тоже позвонил. Три часа с половиной, и выйдет из Тбилиси. Да, но есть прямые рейсы и Тбилиси, и Батуми. И Таиси тоже, да. Мы, кстати, вот говорили немножко до эфира о том, что домашнее грузинское вино не любит дорогу, и, конечно, что его, для того, чтобы оценить его всю прелесть, нужно оказаться на его родине. Вообще, я думаю, что сам виноделие грузинское, это уникальная вещь. Это вино из Куэври, у него есть 8 тысяч лет на истории. 8 тысяч лет на земле Грузии делается вино, это не амфара, это не кушин, это Куэври. Куэври, который стоит в земле, в земле, потому что в Кахети, например, где я живу, летом и зимой всегда там плюс 15-17 градусов, потому что температура дает себе возможность, чтобы она стоять в земле, чтобы там и бродить, и хранить вино. Мы собираем урожай, это сентябрь месяц. Кстати, это очень красивый период, и всем хочу сказать, что если в этот период попадете в Грузию, вы можете даже участвовать в сбору урожая винограда, и сам давить потом этот виноград. Это очень красивый процесс и интересный, и, может быть, так тоже сделаем, когда будет группа и будет давить этот виноград, потом мы отдельно сделаем это вино, и потом это подарим. Как раз до сентября еще есть пара месяцев на организационные все моменты. Да. А вот сама грузинская технология, мы давим все вот с ветками, мы не отделяем грозди, ветки и так далее. И вот это дает очень много танинов, и поэтому грузинское вино терпкое из Куэври, потому что там очень много танинов, мы это не отделяем. Вот европейские виноделия отделяют, вот только в Грузии есть такая виноделие, когда все вместе давим. Но мы должны знать, что эти грези должны быть зрелиемы тоже. Как наши предки определяли, что виноград созрел? У них же не было аппарата, как у нас сейчас есть, можно взять и посмотреть, сколько у них сейчас сахара, да? Вот когда они были уже коричневыми, эти грези, тогда они собрали виноград. Чтобы если они будут зеленые, оно еще горечь дает свое. Вот люди, например, не понимают, что есть горечь, что есть терпкость. Терпкое вино, думают, это горькое вино. Нет, горькое, горечь еще другое что-то дает. Когда давишь виноград, не должно быть ломать косточка. Когда косточка ломается, вино тоже горьким будет. Почему в мире давят? Тавили ногами. Ногами может косточку ломать. Поэтому и в Грузии, и в Италии, и во Франции всегда давили ногами. Потому что она не может ломать косточку. Удивительно интересный. Да. Потом она образится в Квевре, и мы его закрываем герметично, чтобы в воздух не попал. И со жмыхом она хранится от 3 месяца максимум полгода. Вот жмых, который был наверху, оно оседает, идет вниз. И во время оседания жмыха сам вино фильтруется. Значит, нам этот один сосуд дает возможность давить виноград, хранить тоже вино и фильтровать тоже. Открываешь Квевре уже в марте, в феврале, осел абсолютно жмых до дна, и поэтому Квевре такая конусовая форма, как лимончик. Вот знаете, что осадки в одно место приселись. Открываешь, получается, что там уже вино фильтровано и готово. А что делается с этим остатком? Его же надо как-то... Чачу гоним. Да. Все идет в дело. Но этот осадок так не берешь руками. Залезает Квевре человек, обязательно, и он ведро собирает, мы помогаем и потом гоним из него чачу. Чача – это не самогон, который еще путают люди. Чача – это который делается осадок от шмыха винограда. Как много еще предстоит изучить. Чача – собрать, помочь доить, потом приехать через полгода посмотреть на результат, обязательно залезть в Квевре, помочь и жмых-то достать. Чача – попробовать все это, попробовать и затем на застолье попеть песни, а к тому, что, может быть, попросить Георгия что-то исполнить, чтобы мы еще послушали. Чача – это грузинский национальный инструмент, называется пандури. Вообще-то, есть очень знаменитое грузинское многоголосие, вы знаете, но, к сожалению, я один, но я сегодня попробую. Как сможем, будем подпевать, но про себя пока еще, тоже без опыта. Вот будете в Грузии, научу вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, обязательно. Договорились. Скажите, а вот что, в чем секрет вот хорошего тамады, каким должен быть хороший тост? Знаете, самое грузинское застолье – это общение. Это не значит, чтобы мы должны выпить много, с врагами и так далее, и так далее. В общении происходит то, что люди хотят с красивым тостом, с красивым вином выложить свое мнение о родине, о стране, о любви, о семье и так далее, и так далее. Вот сам тост тоже так рождается, и мы православные люди, и мы так думаем, и наши предки тоже так научили, что тост – это молитва. Если я могу вам сказать, что дай Бог вам здоровья, счастья, процветания, и от души могу взять вино, это сказать, я думаю, это очень близко к молитве, и Бог всегда видит чистые души. Вот поэтому грузинское вино тоже для нас – это не напиток, и мы никогда не добавляем вино в воду, сахар, что-то там, вино с фруктами и так далее. Нет, у нас всегда чистое вино, потому что мы уже в IV веке узнали, когда пришла святая Нина, что нам сказала, что вино, которое вы делаете – это кровь Иисуса Христа. С тех пор в Грузии всегда делали в Квейбре вино для причащения. Оказывается, что вино для нас – это не то, что какой-то напиток, что много выпить, нет, это святой напиток, который мы должны и молиться, и друг другу тосты сказать, и сказать хорошие слова. И сам место, которое делается в вино, называется Марани. Марани – это в каждом доме есть, это очень святое место, где даже наши предки не допускали женщин. Сейчас допускают, но много веков назад не допускали, потому что думали, что женщин есть спиршевый характер и вино ботится. Сейчас даже есть винодели женщины, которые вино делают в Грузии. Я всегда помню, когда бабушка открывала Квейбре, всегда были там свечки, всегда была молитва, и всегда Квейбре открывали, когда был 7 января, например, День Святого Георгия, Пасха и так далее. То есть это всегда на какой-то праздник, это что-то связанное действительно с… Да, 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 это очень связано с религией. Наша виноделие и застолье очень связано с религией. Мы не любим и не уважаем тех людей, которые, например, на застолье опинеют, не понимают, что говорят. Я лично думаю, что сам грузин человек должен быть том человеком, который и вино принимает, и гостей принимает, и он их отправляет. Ну, хозяин должен быть всегда хозяином, так сказать. А в чём разница всё-таки между хозяином дома и тамаду? И вот тамаду приглашают со стороны… Например, если мы находимся дома, в основном хозяин дома – тамаду. Но если, например, есть большая свадьба, часто бывает, что выбираем тамаду, человека, который хорошо имеет знания истории, хорошо может говорить… Оратор хороший, стихи знает, песни знает, и вот бывает, что вот тамаду всегда вот такой человек, который выпить может хорошо. А с рогом у нас вот особенный тост пьёт, например, там на свадьбе. Почему пьёт из рога? Это связалось? В чём особенность? Вообще из рога пили пастухи. Вот в кахете и так далее. Это заходит из гор. У них не было сосуда. У нас всегда было пьяло. В кахете было пьяло, клиновое. У них не было. У них был рог, и рог не ломалось. Всегда был зубок. Хоть таскай туда, хоть нет, он не ломается. Вот отсюда зашёл рог. Ну, потом уже зашло вот большие роги и так далее, и так далее. Но, знаете, вот много веков назад в Грузии не было так, что рогами пили вино. У нас даже было несколько тостов, и много не было. Четыре-пять тостов. А первый тост всегда в Грузии говорят за Бога. Это наша традиция. И благодарим Господу Богу за то, что дал нам возможность делать застолья. А туристам говорю, что дал вам деньги за билет, чтобы прийти в Грузию. Вот. Первый тост. И обязательно у нас тост за усопших, за родину, за родителей. Но очень ценим и уважаем родителей. Мы в основном вместе живём. Мы вас любим, уважаем. И предков, за предков тост. Это обязательно. Вот много веков назад было вот несколько тостов. Говорят, что, как история наша говорит, когда уже Грузия близко пошла к Европе, близко пошла к Российской империи в то время, застолья стали немножко длинные. Как сейчас, например. У нас буквально осталось две минуты. Сколько должен вообще продолжаться тост? Какая продолжительность его самая оптимальная? Наверное, две минуты, три минуты. Чтобы не устали. Работа, например, да. Хорошо. Да, да, да. В таком случае, хорошее застолье сколько должно продолжаться? Вообще-то, застолье зависит от людей. От настроения. Может быть, целую ночь тоже будет. Может быть, будет 4-5 часов. Максимум, то есть, минимум, наверное, 3-4 часа всегда есть у нас застолье. Нам показывают, что, к сожалению, время вот так вот, как в застолье вот оно просидели. Хорошо посидели. Песня-тост у нас тоже прозвучала прекрасно. Надо готовиться к поездке. Обязательно. Приезжайте, всегда примем от души. Я думаю, что для многих будет интересно из Латвии отправиться к вам, увидеть гостеприимную страну Грузию, узнать много нового интереса, научиться готовить. Это обязательно, да. Самим, может быть, попробовать давить вино. Ну, то есть, я думаю, что будет очень... Ну, и о возможностях подобных туров мы, конечно же, расскажем. Ну, Георгию мы говорим огромное спасибо. Георгий Гитияшвили, музыкант, винодел, наш гость... Тамадам, автор песен, да. ...был сегодня с нами в эфире. Большое спасибо. Спасибо. И всех об этом новом начинании, конечно же. Огромное спасибо. Ждем вас всех с Грузиумом. Спасибо большое. Спасибо. Радио Болткома.